Везде сейчас, где вот пашни, вот здесь поблизости есть поля тоже, сейчас там частные дома стоят. Это были вот пашни. Это случается, ну лет пять назад, да, здесь прямая была и за пять лет вот и все. Дом-то, который мы на сваях делали, 30 км вот и вниз стояло, а сейчас ее почти метр. Вот. Везде сейчас, где вот пашни, вот здесь поблизости есть вот поля тоже, сейчас там частные дома стоят. Это были вот пашни, совхозы. И сейчас тоже там оттайки идет, земля вот везде проваливается. Ну, тут все своими силами пытаются выйти из положения. Так, свай в деревнях растений. Здания стоят на сваях и держатся за счет силы смерзания, вечной мерзлоты с сваями этого фундамента. И проектировщики, когда строили эти здания, они рассчитывали количество свай, глубину их заложения, относительно определенной температуры вечной мерзлоты. Нарушения, к сожалению, сейчас наблюдаются практически повсеместно. Нет ни одного населенного пункта Российской Арктики, где мы бы не нашли разрушенные или деформированные здания. Как за последние года меняются тепловые условия, аварийные ситуации. И вообще, если у нас при темпах потепления они сохранятся до 2050 года, то ущерб по Арктике оценивается в 5-7 триллионов рублей. Это только за счет тех конструкций, которые существуют. А мы еще планируем что-то строить. Дороги, конечно, и линии электропередач, и как полностью, вот они, как нефтепроводы, газопроводы, там, все линейные сооружения, они, конечно, в первую очередь, они отвечают на потепление климата и его влияние на вечную мерзлоту. На широте Якутска мы наблюдаем особые нарушения антропогенных ландшафтов, незащищенных лесом ландшафтов, потому что лес для нас, нашего региона, является защитной, защитным вот этим экраном, вот вечной мерзлоты. КОНЕЦ